В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Лобинские полицейские задержали несовершеннолетних угонщиков. Подростки приехали в Лобинск на угнанной оке из Волгограда. Фронт работы в рамках санитарного месячника распределен. В городской администрации состоялось установочное совещание. Молодежь поднимает настроение жителям района. 1 апреля прошел день смеха. Лобинские полицейские задержали несовершеннолетних угонщиков. Подростки приехали в Лобинск на угнанной оке из Волгограда. Здесь им удалось угнать еще и газель, а затем совершить ДТП. Троих несовершеннолетних угонщиков из Волгоградской области задержали инспекторы отдела ГИБДД Лобинского района. Юные путешественники объехали почти весь южный регион России на автомобиле АК. Это транспортное средство они угнали в родном городе. А в Лобинск приехали якобы навестить бабушку одного из ребят. Такое признание сделали малолетние водители сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. При проведении проверки были установлены личности подростков. Ими оказались 12, 14 и 16-летние жители города Волгограда, которые числились в розыске как без вести пропавшие. Данные совершеннолетние приехали сюда с Волгограда в гости к бабушке. Но к бабушке они не дошли, так как они точно адреса бабушки не знали. И проживали в данном автомобиле, которым похитили в Волгограде. Передвигаясь с города Волгограда на территорию Лобинского района, они занимались путеследованием попрошайничества. И этим они себе обеспечивали питание. В городе Лобинске они находились несколько дней. У них АК сломалось. Они решили совершить угон автомобиля «Газель», который находился в районе южной части города Лобинска. Вскрыли автомобиль, сломали замок зажигания 11-летний, который уже ранее судимый за угоны автомобиля. Завели автомобиль и выдвинулись в сторону выезда из города Лобинска в сторону города Армавира. По пути следования они совершили ДТП. Автомобиль данный бросили и вернулись снова в город Лобинск. На угнанной «Газели» гастролировать несовершеннолетние не смогли. За городом они совершили ДТП. Несовершеннолетний водитель заснул за рулем и врезался в идущий навстречу КАМАЗ. В результате аварии никто не пострадал. Ущерб нанесен только автотранспорту. Малолетние угонщики сдаваться даже не думали. Они убежали с места ДТП в сторону Лобинска, нашли брошенную ими АКУ и в ней решили выспаться. В легковом автомобиле угонщиков и обнаружили полицейские. Подростков сотрудники отдела МВД отправили домой в Волгоград. По факту угона «Газели» и совершенного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В районе проходит месячек по наведению санитарного порядка и благоустройства. В городской администрации состоялось установочное совещание, на котором руководители лобинских организаций и предприятий проинструктировали о мероприятиях месячника. Тему продолжит Татьяна Чистова. Весна – время наводить порядок. В Лобинске с 24 марта стартовал санитарный месячник. Продлится он до 8 мая. В его рамках на 12 апреля на всей территории края запланирован всекубанский субботник. Обращался я к председателю микрорайонову отдельно, обращался на сходах гражданам, обращался отдельно к руководителям учебных заведений, отдельно к депутатам. Это общенародное дело. Только я всегда говорил, говорю и буду говорить. Никакая администрация, никакой глава, трижды генерализмус, один ничего никогда не сделает. Если каждый сегодня, я уже повторяюсь, просто выйдет в своем дворе, соберет старые листья, где-то обрежет пару деревьев, пару посадит. Это уже будет работа, это уже будет то, что наш город приведет снова в опрятный вид, то, что придаст ему новую красоту, новое тепло. В течение месячника предстоит ликвизировать несанкционированные свалки, окрасить ограждения, побелить деревья. Также уделят внимание трансформаторным подстанциям, распределительным щитам. Их покрасят и приведут в порядок. Предстоит преобразиться и прилегающей территории многоквартирных домов. Там побелят деревья, бордюры, окрасят игровое оборудование, лавочки, приведут в надлежащий вид контейнерные площадки. Лицом города называют автобусные остановки. Их в Лобинске почти сотня. Все они закреплены за различными предприятиями и организациями. В рамках отведенного периода их покрасят, если потребуется отремонтируют и установят урны. К пасхальным мероприятиям одним из основных пунктов при подготовке являлась подготовка автобусных остановок. Убедительная просьба как можно быстрее начать работы по покраске этих остановок, по благовольствию. Если есть возможность, можете где-то положить 2-3 бордюра. В течение всего месячника руководители организации предприятий будут еженедельно отчитываться о проделанной работе. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В Лобинске состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма. Сюжет Екатерины Клименко. Расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма прошло в администрации лобинского городского поселения. Первым обсудили вопрос реализации стратегии государственной национальной политики на территории Краснодарского края. С 2002 года в Краснодарском крае, в единственном субъекте, кстати, в России, ведется плановый мониторинг сферы межэтнических отношений и профилактики экстремизма. На сегодняшний момент наша управленческая деятельность и государственная национальная политика это не просто набор штампов и символов в отношении каких-то диаспор, дружим, не дружим, хорошо себя ведут, плохо. Это прежде всего, мне кажется, духовная среда самой государственности. У нас есть территории, вот на одном совещании говорили об этом правоохранительные органы, где часть районов и городов просто зачеркнута, это мигранты пользуются этой картой, то есть туда ехать не надо. А есть территории, где написан телефон службы ФМС, службы администрации, Сотовой, и различные другие контактные данные, которые могут помочь людям, насколько это возможно, проникнуть, заработать, уехать, не заплатить, или наоборот заплатить и так далее. Олег Кухно, заместитель главы района, подвел итоги о проделанной работе по мониторингу межнациональных отношений и предупреждению конфликтных ситуаций. В 2013 году было проведено три комиссии, все решения находятся на постоянном контроле и своевременно выполняются. Наиболее актуальные из рассматриваемых вопросов – это реализация закона местного самоуправления в части государственно-национальной политики в городском и сельских поселениях, деятельности управления социального блока, общественных организаций по реализации стратегии государственной национальной политики и формированию российской общегражданской идентичности. Все чаще вот такая формулировка является сегодня не просто межнациональные отношения, а формирование именно российской идентичности. Контроль за использованием иностранной рабочей силы на территории района, за соблюдением режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, взаимодействия полиции, общественной безопасности и казачьих обществ по противодействию экстремистской деятельности на территории Лобинского района. В 2013 году было проведено более сотни значимых мероприятий с позитивной направленностью, среди которых семинары, совещания с преподавательским составом общеобразовательных школ, сузов работниками культуры, координаторами молодежной политики, тренерами, религиозными организациями, военно-патриотическими и так далее. На заседании обсудили и такой немаловажный вопрос, как работа полиции по охране общественного порядка Лобинского отдела МВД, который противодействует экстремистской деятельности и занимается профилактикой правонарушений на национальной почве. Сотрудниками в результате проведенных мероприятий было раскрыто одно преступление, совершенное лицом без гражданства, было выявлено сотрудниками полиции 19 нарушений миграционного законодательства. Значит, два гражданина Армении, один гражданин Белоруссии, один гражданин Таджикистана, шесть граждан Украины, три гражданина Абхазии, двое граждан Грузии. В отношении всех них были составлены административные материалы, все были рассмотрены в судах, трое иностранных граждан были выдворены из территории Лобинского района. Большая работа в этом направлении проводится отделом УФМС. Светлана Панферова рассказала о контроле за использованием иностранной рабочей силы на территории Лобинского района и борьбе с незаконной миграцией. На территории Лобинского района у нас критических ситуаций как таковых нет. Я это просто сказала о том, с чем мы сталкиваемся. По показателям, вот чисто статистически, мы везде идем по плюсам. У нас немножечко там проблемочка со статистикой, но я вот не могу как бы, у них там свои нормы статистики, свои уравнения, где они выводят статистическую отчетность. На данный момент у нас в Лобинском районе, именно вот по базе меридиан, по базе территории зарегистрировано 102 тысячи населения, 488 человек. В конце заседания наградили тех, кто активно работает в духовно-нравственном и патриотическом направлении. Екатерина Клименко, Владимир Дворников, телекомпания «Лоба». В рамках проведения профилактической операции «Внимание, дети!» на базе Центра детского и юношеского технического творчества прошел муниципальный конкурс «Безопасная трасса». Екатерина Клименко наблюдала за соревнованиями детей с радиоуправляемыми автомобилями. Ей слово. Эти дети демонстрируют свое мастерство и ловкость управления дистанционными машинками. Важно не только давать правильные сигналы радиоуправляемым моделям, но и знать правила дорожного движения. Соревноваться в этом направлении собрались не только мальчики, но и девочки. Все они потенциальные водители в будущем. Организаторы конкурса начертили трассу для машин и соревнования начались. Школьники очень волновались. Весь в таком конкурсе они участвуют в первый раз. Первый раз принимаю участие. Нравится. Я люблю соблюдать правила дорожного движения. Вот и решил поучаствовать в этом соревновании. Азарта и удовольствия было не меньше, чем на настоящих гонках. Борьба была очень напряженной. Управлять машинками выяснилось не так-то легко. Трасса оказалась сложной. Такая игра помогает проверить знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Ведь уже сегодня школьники являются участниками дорожного движения и ежедневно преодолевают не менее сложные маршруты с настоящими и иногда даже опасными ситуациями. Дети – это наше будущее, которое должно охраняться даже, потому что без детей нет у нас будущего. Будем стараться, чтобы больше до них доходило, чтобы больше участников, чтобы больше и подарков за это они должны получать побольше. Мы, конечно, просто хотим в такой игровой форме напомнить детям об опасности, которая может ожидать на дороге. Ну и, конечно, мне хотелось обратиться ко всем педагогам нашего района, в том числе и к директорам, заучим, о том, что необходимо думать, конечно, прежде всего о детях и стараться помогать и нам, Государственной автомобильной инспекции, в воспитании правового, знаний правовых среди детей, именно правильного отношения к правилам дорожного движения, их соблюдения, исключения правового нигилизма среди детей. Но, к сожалению, многие директора, конечно, относятся к этому халатно, не выставляют команды свои и не принимают участие в таких соревнованиях. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе и проявили достаточно высокие навыки вождения радиоуправляемых автомобилей и хорошее знание правил дорожного движения. Все участники получили призы и листовки по безопасности дорожного движения. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». 1 апреля – День смеха. В этот день в районном центре прошли акции и розыгрыши. Основными организаторами веселого настроения стали Управление по делам молодежи и Центр досуга «Портал». О том, как молодежь поднимала настроение, в следующем репортаже. 1 апреля – День смеха и шуток. В рамках этого веселого праздника УДМ и Центр досуга молодежи «Портал» организовали шуточные поздравления с розыгрышами жителей Лобинска. Мы просто хотим поднять настроение, подарить море положительных эмоций. На площади Родина участники розыгрыша провели шуточную лотерею. По легенде, каждый желающий мог выиграть плазменный телевизор. Также прохожим предлагалось совершенно бесплатно оформить горящую путевку, предварительно заполнив анкету со своими данными. Желающих получить призы оказалось много. Заполнить свои данные, оставить, и я после этого вручу вам путевку. Бесплатная лотерея! Ну давайте, конечно. Вы сами заполните, самостоятельно или мне? Давайте, пожалуйста. Для жителей района мы устроили праздник, праздник смеха и веселья. Многие приняли участие с удовольствием, энтузиазмом. Даже люди пожилого возраста откликнулись. Удивились, подумали, что это на самом деле правдивые путевки на побережье России, зарубежных стран. Мы сделали бесплатную лотерею, где у них была возможность выиграть бесплатный плазменный телевизор. Но, к сожалению, это оказалась шуткой. Жители города очень сильно удивились, но мы всех порадовали, все от нас ушли радостными и довольными. Конечно, сегодня же 1 апреля, надо улыбаться и смеяться. Спасибо большое всем. Хорошо, ну что, смешно, весело. День такой хороший, погода прекрасная. А я и забыла, что 1 апреля. Да, очень понравилось. Это поднимает настроение и подчеркивает, что сегодня день 1 апреля. Организаторы веселого праздника уверены, что все жители города получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения как минимум на целый день. Управление по делам молодежи, Центр досуга молодежи «Портал» организовывает не только мероприятия, которые поднимают настроение и веселят народ, но и воспитывают у молодежи чувство патриотизма и любви к своей малой родине. В этом году мы отмечаем 90-летие со дня образования Лобинского района. И в рамках этого праздника Управление по делам молодежи и Центр досуга молодежи «Портал» организовывает конкурс, о котором будет проинформировано во всех средствах массовой информации по всем учебным заведениям Лобинского района. Задача конкурса будет состоять в том, что участники подают малоизвестную информацию в Лобинском районе в период с 1841 года по 2014 год. Материалы предоставляются в виде фотографий, выдержек со статей, видеоматериалов, презентаций и документов. Победители определяет рабочая группа конкурсов, в которую входят представители Управления по делам молодежи, Центр досуга молодежи «Портал», Музей истории и краеведения имени Моисеенко, Архивный отдел муниципального образования Лобинский район. Авторы работ, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются почетными грамотами и ценными подарками. Екатерина Клименко, Владимир Дворников, телекомпания «Лоба». А сейчас настало время прогноза погоды. С ним нас познакомит и Екатерина Синенко. Екатерина, какую погоду обещают синоптики 2 апреля? По прогнозам синоптиков, 2 апреля облачно возможен снег. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. Сразу после прогноза погоды смотрите программу «Актуальный разговор». Гость студии Сергей Бицава, главный ветеринарный врач. А речь пойдет о профилактике бруцеллеза. Это инфекционное заболевание животных появилось в Лобинском районе. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.